Десна ТВ Праздничная программа «Ко дню знаний мы шагаем дружно в школу». В школу ходят, чтобы разговаривать на уроках. Писать в тетради. Новая жизнь для самозанятых. Кто и сколько будет платить. Он сделан из филейного полотна, рюши, бантик. Все я делала сама. Об этих и других новостях подробнее. Букет цветов к 1 сентября для многих это по-прежнему один из главных символов праздника. Вот только возможность приобрести, пусть даже и небольшой букет, появляется у россиян все реже. В последние годы продажи цветов снижаются к 1 сентября на 10-15%. Кроме этого, теперь граждане стараются выбирать букеты подешевле. Эксперты связывают это в первую очередь со снижением покупательской способности россиян. Родители в этот период времени и так тратят немалую сумму денег на увеличившиеся в цене констовары и одежду для школьников. Ранее мы уже сообщали, что стоимость подготовки первоклассников в школу увеличилась в два раза и теперь составляет около 27 тысяч рублей. В этом году, 1 сентября, выпало на воскресенье и у школьников появился дополнительный выходной. А уже 2 сентября все учебные заведения распахнули двери для своих учеников. На торжественной линейке в одной из десногорских школ побывала и наша съемочная группа. Средняя школа номер 4 – самая многочисленная в Десногорске. Учебный год здесь начался для более чем 800 учеников. 84 из них – первоклассники. Им только предстоит длинный путь по дороге знаний. А вот ученики 11 класса понимают, что этот учебный год будет для них решающим. Нужно с самого начала готовиться хорошо к экзаменам, думать о поступлении. Учиться, желательно хорошо учиться. Ну и последний год надо готовиться к экзаменам. В 11 классе нужно серьезно настроиться на экзамены в конце года и хорошо их сдать. Педагогов, учеников и их родителей из Днем знаний поздравил и глава Десногорска Андрей Шубин. Этот год для нас особенный, юбилейный. Совсем скоро будем отмечать 45-летие Десногорска. Сегодня, в этот торжественный день, десятки первоклассников услышат свой первый школьный звонок. Уроки, разнообразные кружки, конкурсы и олимпиады – все это ждет школьников впереди. И первый звонок – как символ старта в новый учебный год. Всероссийская перепись населения будет проводиться в 2020 году. Готовиться к ней Смоленщина начала уже сейчас. Важное нововведение – это новые методы почета граждан. Например, переписной лист теперь можно будет заполнить из дома и отправить по интернету. Это значительно упростит жизнь как регистраторам, так и простым смолянам. Кроме этого, планируется отказ от каких-либо бумажных носителей. Специалист по регистрации теперь будет посещать граждан с планшетом в руках. Это поможет оперативнее работать с данными. Отличительной особенностью регистратора также будет наличие специального удостоверения и прочих атрибутов сотрудника Росстата. Перепись населения начнется с 1 октября 2020 года и продлится ровно месяц. День знаний на центральной площади Десногорска прошли праздничные мероприятия, подготовленные учреждениями культуры города. Подробности далее. Впереди новый учебный год, а это уроки, домашние задания, учебники и тетрадки. Вот ребята и собрались для того, чтобы поиграть, побегать, попрыгать, а потом с новыми силами приступить к учебе. Сотрудники Центра культуры и молодежной политики организовали для юных десногорцев развлекательную программу. Буратино и Мальвина в игровой форме подготовили детей к школе. Сказочные герои загадывали загадки, играли с детьми в различные игры, провели тематические конкурсы и, конечно же, закончили выступление раздачей сладких подарков. Интересные мероприятия подготовили и сотрудники муниципальных учреждений. Детская художественная школа представила творческую выставку «Уголок малой родины». Организаторы подарили малышам возможность проявить свои способности в изобразительном искусстве. А городская библиотека провела тематическую акцию, познакомив десногорцев с интересной детской литературой. Все гости праздника получили заряд бодрости и хорошего настроения на новый учебный год. Хочу, чтобы вот это вот доброе, веселое настроение и ваш позитивный задор прошел с вами в течение всего учебного года. В завершении праздничного мероприятия состоялась торжественная церемония награждения. Заместитель главы города Александр Новиков и председатель комитета по образованию Татьяна Токарева вручили благодарственные письма и ценные подарки школьникам, которые добились определенных успехов в прошлом учебном году. Виталий Волков, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ. Россиянам разрешат выкупать свои долги у банков. Такой законопроект подготовило Министерство экономического развития. Планируется, что гражданин сможет законно купить свой долг у банка или микрофинансов в организации до его передачи коллекторам. Чиновники руководствуются заботой о должнике, объясняя это тем, что даже добросовестный платильщик кредита может стать не в состоянии оплачивать ссуду. В настоящее время в этом случае банк продает долг третьим лицам, которые часто коллекторы. При этом сумма сделки составляет всего несколько процентов от долга. Новый законопроект обяжет банк предлагать такую покупку сначала должнику. То есть заемщик сможет выкупить свой безнадежный долг за эти же несколько процентов. При обсуждении перспектив экономического развития Российской Федерации, тема налогов является одной из главных. При этом новые налоговые инициативы часто совсем неоднозначны. Большое внимание в последнее время уделено новым отчислениям налогу на самозанятых. Подробности далее. Тут я шью, работаю, как бы, ну, кухня, потому что дома все делаю. Жительница Десногорска с красивым именем Изабелла показывает свое рабочее место. Родная квартира для нее – это не только место отдыха. В этих стенах девушка дает волю своему умению и фантазии. И на свет появляются вот такие изделия. Это одеялко, конверт на выписку. Он сделан из филейного полотна, рюши, как бы, ну, бантик. Все я делала сама, как бы, ну, придумывали, обговаривали с заказчиком, что ей нравится, чего бы ей хотелось. Своё хобби и швейное дело Изабелла смогла успешно применить на практике. Сделанные с любовью детские вещи с охотой приобретают друзья и случайные знакомые. При цене ниже, чем в магазине, качество изделий иногда даже выше. Это так, как бы, подработка, вот, потому что на моей работе зарплаты маленькие, поэтому приходится вот, ну, спасаться своими руками. Пример Изабеллы далеко не единственный. Согласно исследованию Российской Академии Народного Хозяйства, около 40% экономически активного населения России используют дополнительный способ заработка. А для 11% это и вовсе основной источник дохода. Репетиторы, кондитеры, парикмахеры, все те, кто работает на себя и не имеет наёмных сотрудников, таких налоговый кодекс называет самозанятыми. А в России-то от 15 до 25 миллионов человек. Точнее сказать сложно, так как подавляющее большинство из них работает неофициально. Изменить ситуацию планирует новый налоговый режим. С ним уже знакомы самозанятые Москвы, Московской и Калужской областей, а также Республики Татарстан. В этих регионах новый налоговый режим действует с января 2019 года. Специальный налоговый режим предусматривает минимальные ставки налога. Это 4% от получения дохода от физических лиц и 6% от получения дохода от юридических лиц. Объектом налогообложения признаются доходы от использования имущества, а также доход от реализации товаров, работ, услуг и имущественных прав. Отдать государству от 4 до 6% от заработанного придется тем, чей годовой доход не превышает 2 миллионов 400 тысяч рублей. При этом за неуплату в казну полагается штраф. Смоленская область в 2019 году не вошла в число регионов, где теперь действует новый налоговый режим. Но это лишь вопрос времени. Об этом теперь знает и Изабелла. Это мне придется накрутку сделать в 4-6%, чтобы отдать государству их и себе не потерять. Потому что все дорожает, ткани дорожают. В Смоленской области налоговый режим планируют ввести с 2020 года. Ожидается, что в следующие 4 года благодаря ему из тени выйдут около 16 тысяч самозанятых. Олег Соловьев, Андрей Прохоров, Александр Ерофеев, Десна-ТВ. Условия комфортного соседства владельцев собак и остальных граждан обсудили в общественной палате Смоленской области. Поступает все больше жалоб на то, что хозяева четвероногих не удосуживаются убирать отходы за своими питомцами во время прогулок. Как выяснилось, в этом виновата городская инфраструктура. На весь Смоленск имеется всего 20 так называемых док-боксов, контейнеров, куда можно выбросить отходы животного. В других городах подобных новшеств нет вообще. В областном центре этот вопрос начнут решать в ближайшее время. Там планируется обустройство новых площадок для выгула собак. Это позволит выгуливать питомцев цивилизованно и не нарушать общественный порядок. И о погоде. 3 сентября в Десногорске малооблачно, без осадков. Днем плюс 23, ночью плюс 16. На этом выпуск завершен. Больше интересного на нашем сайте disnadefestv.ru А также в наших официальных группах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. Программу вел Олег Соловьев. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok